В настоящее время все подразделения по вопросам миграции Министерства внутренних дел работают в усиленном режиме. Все граждане ориентированы на то, чтобы обращаться за предоставлением государственных услуг либо по предварительной записи, либо через единый портал госуслуг. На сегодняшний день резкого спада по обращениям граждан мы не наблюдаем. На сегодняшний день оказано более 15 миллионов государственных услуг. Отрадно то, что граждане действительно восприняли наш призыв правильно и в два раза возросло количество лиц, которые воспользовались порталом для оказания государственных услуг. Если у человека украден паспорт, утрачен, либо по каким-либо причинам он стал испорченным, мы, безусловно, поможем гражданину и поменяем этот паспорт в кратчайшие сроки. Хочется еще раз обратить внимание, что на всех сайтах наших территориальных подразделений вывешены режимы работы, они, часы увеличены, поэтому любой гражданин при обращении сможет получить государственные услуги. Многие продают квартиры, покупают квартиры, переезжают из одного субъекта в другой субъект, поэтому регистрация по месту жительства, по месту пребывания осуществляется в настоящее время в полном объеме. Конечно, лучше будет воспользоваться предварительной записью для того, чтобы не было скопления людей одномоментно в подразделениях по вопросу миграции в целях предупреждения распространения инфекции. В соответствии с указом, для лиц, у которых в период с 1 февраля по 15 июля наступил юридический факт достижения возраста 20 либо 45 лет, могут не обращаться в подразделения по вопросу миграции для обмена паспорта. Их паспорт будет считаться действительным для обращения в различные инстанции. То же самое можно сказать и для детей, которые в этот период времени достигнут возраста 14 лет. Документом, удостоверяющим личность, будет свидетельство о рождении, либо заграничный паспорт, выданный ранее. Это особенно важно для школьников, у которых впереди экзамены, не волноваться о том, что нет паспорта, достаточно будет предъявить свидетельство о рождении. Теперь о той ситуации, почему возникла такая необходимость по продлению сроков пребывания на территории России иностранным гражданам. В период с 18 марта фактически многие государства закрыли свои границы даже для возвращения собственных граждан. Снизилось количество, либо прекратились авиаперелеты. И иностранные граждане, которые находились на тот момент на территории Российской Федерации, оказались в безвыходном положении. У многих истекали сроки действия разрешительных документов для нахождения на территории Российской Федерации. И Министерство внутренних дел, предвидя такую ситуацию, с 19 марта в рамках федерального закона о правовом положении иностранных граждан дало возможность продлевать пребывание иностранным гражданам на территории Российской Федерации. За этот период времени к нам обратилось более 320 тысяч иностранных граждан. Из них порядка 158 тысяч продлили миграционный учет на территории Российской Федерации. Более 150 тысяч продлили патенты, либо разрешение на работу. И около 13 тысяч продлили свои визы. Во-вторых, в полном взаимодействии с Министерством иностранных дел мы работаем с посольствами и консульскими загранучреждениями для того, чтобы оказать возможное содействие для возвращения иностранных граждан в страну исхода, а также организации выездов иностранных граждан, которые в настоящее время содержатся в центрах временного размещения иностранных граждан в Министерстве иностранных дел. Для выполнения решения о депортации, реадмиссии.